Китайское метро чем только не радует. Вот сейчас еду наверх и не понимаю, как пройти. А вас тоже бесят такие же люди, потому что в Китае это норма. Естественно, если брать Шанхай, кстати, Шанхай это не так сильно развито, как в Гуанчжу, в Пекине или в Шэнчжэне. В Гонконге такого почти нет, если не брать такие районы, как Тимши Цуй или прочие районы, где очень-очень много китайских туристов. Это немножко говорит о людях. Но опять-таки нужно понимать, что Китай разбогател очень-очень быстро. И если мы вспомним, что творилось в России не так давно, когда люди очень-очень быстро обогатели, как они себя вели. Ну и так же. Но при этом я могу сказать о китайцах. Китайцы очень-очень сейчас быстро меняются, они стоят все более и более цивилизованными. И те истории, которые мне люди рассказывали, которые живут здесь, в Гуанчжоу, какие-то 10-15 лет назад, они сейчас мне кажутся абсолютной дичью. И даже если сравнивать Гуанчжоу с тем, что было 5 лет назад, это две огромные разницы. Люди с каждым годом становятся все цивилизованней и цивилизованней. И благосостояние людей также растет. Но, кстати, сейчас ситуация немножко меняется на геометрально противоположенную, потому что что сейчас происходит? Очень многие иностранцы, которые приезжают сюда, это, скажем так, иностранцы, которые приезжают сюда за быстрыми деньгами, за быстрыми возможностями, за относительно легкими девушками. Потому что по-прежнему считается то, что иностранец это довольно-таки высокий статус Китая. Но, опять-таки, эта вещь сейчас тихонечко меняется, потому что приезжает очень-очень много иностранцев, которые надеются, что они смогут заработать здесь очень много денег. При этом у них зачастую не бывает ни знаний, ни умений, ни денег и прочего. И, опять же, эти иностранцы начинают доставлять все больше и больше проблем. Опять же, поведение, например, очень многие иностранцы, которые здесь живут, точнее, которые приезжают первые два года, у них складывается ощущение то, что китайцы не особенно умные. Хотя это просто большое различие между культурами. И, по правде сказать, первый год-два я тоже воспринимал китайцев с немножечко негативным ключей и считал их грубыми, не очень умными, не образованными. Сейчас я понимаю, что просто из-за огромного количества людей просто тупо здесь, в Китае, с не очень умными людьми приходится встречаться часто. И я заметил такую вещь, что чем более престижный район, тем более такие умные, образованные китайцы становятся. Ну и, опять же, если вы были в Шанхае и сравнить его с Гуанчжоу, то это две большие разницы. В Шанхае люди намного стивилизованнее, люди образованнее, люди имеют более широкий кругозор. Грубо говоря, это просто проблема воспитания. И, как я и сказал, ситуация из-за того, что Китай из бедной страны очень быстро поднялся, и просто людям нужно выживать, и все люди хлынули в город. И если вы следите за новостями Китая, то, возможно, вы слышали то, что китайское правительство именно для китайцев планирует или уже начало вводить так называемую бальную систему. Что это означает? То, что если у тебя есть образование, если у тебя есть опыт работы, если у тебя есть квартира в таком городе, банковский счет, хорошая кредитная история, то твои баллы будут повышаться. И, соответственно, тем больше возможностей у тебя будет. Но если у тебя очень-очень низкая система баллов, то есть, например, из-за у тебя, например, 20 или 30 баллов, то ты тупо официально не сможешь купить себе ни билет на самолет, ни на поезд, ни даже автобус. То есть, если ты родился в деревне, у тебя низкий балл, то вероятность того, что ты сможешь подняться выше, усложняется. Вот так вот работает дикий капитализм. Реально, что-то в Китае капитализм куда более дикий, чем в других странах. Но, опять же, кто бы что ни говорил, но, насколько я понимаю, бальная система есть и в других странах. То есть, она просто немножко более завуалирована. Например, в той же Канаде, если у тебя плохая кредитная история, ты не сможешь купить или снять жилье в нормальном районе. Тебе просто этого не дадут сделать. Я, наверное, даже скажу немножко больше, потому что где-то январе я был в Пекине. И заметил то, что там довольно-таки необычно все было по сравнению с моими прошлыми приездами. Обычно я Пекин всегда старался избегать. Почему? Потому что там было очень-очень много довольно-таки дикого народа. И там действительно происходил хаос. Но в этот раз, когда я приехал, я почувствовал себя, как будто я в Гонконге 5 лет назад. То есть, действительно, никто не толкался в метро, никто ничего не делал. После этого мне, правда, ребята сказали, что в Пекине на тот момент было снесено два района, где не особенно легально проживали работники из других провинций, из других городов. Кстати, чтобы вы понимали, сейчас китайцам, чтобы жить в каком-то крупном городе, им нужна регистрация. И без регистрации у них может быть очень-очень много проблем. И, соответственно, вот эти люди, которые жили вот в тех районах, им пришлось уехать из Пекина. И, кстати, вот после этого я приехал в Гуанчжоу. Стаб во многих моих любимых местах поменялся. И также я заметил то, что на тех же рынках стало намного-намного больше людей. И причем стало намного больше русскоязычных китайцев. А еще важно понимать, что юг Китая всегда намного-намного лучше жил, чем север Китая. То есть в тот момент, когда на севере люди голодали, на юге люди могли себе позволить определенные излишества. И если вы сейчас обратитесь на современных фудзианцев, кантайнийцев, и если у вас была возможность с ними пообщаться, то вы заметили то, что они намного более образованы, у них более широкий круг интересов. Они более открыты миру, они более легко идут в сторону бизнеса. Они, кстати, меньше говорят о политике, вот это важный момент. Потому что северяне очень любят говорить о политике, в то время как южане больше говорят о бизнесе, о деньгах, о возможностях. Вот это, кстати, вещь, которую я заметил. Отличие между южанами и северянами. Вообще же, при общении между северянами и южанами, мне несколько приятнее общаться почему-то с северянами. Наверное, потому что у них менталитет несколько ближе к нашему российскому. Они более, как сказать, хлонест, они более искренние по сравнению с южанами. Они более взрывные, то есть, если ты им не нравишься, то довольно-таки большой шанс, что ты получишь от них в морду, скажем так. При этом северяне несколько менее дальновидные по сравнению с южанами, потому что южане стараются думать на несколько шагов вперед. Это, видимо, особенность такого воспитания. Ну и, как бы, они все равно находились в несколько более мягких условиях по сравнению с северянами. Соответственно, если во многих ситуациях для северян было между жизнью и смертью, то, как бы, у южан был выбор, и поэтому у них была возможность смотреть немножко дальше. Сейчас эта ситуация немножко устаканивается, но все равно вы должны понимать, что про Гуанчжоу, кантонийцы и южане говорят, что это город бардака, потому что сюда все приезжают работать, все приезжают за возможностями. Сюда приезжают со всех провинций Китая, начиная от юга, таких провинций, как Хайнань, Юлин, Гулин, заканчивая такими провинциями, как Синцянский автономный югурный округ, внутренние Монголия, Тибет. Причем, как бы, эти три региона китайцы немножко недолюбливают, потому что считают жителей данного региона более агрессивными и более жесткими. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Снято оно, опять же, немножечко спонтанно. Я вот только что вернулся домой. Чисто ради интереса сейчас 11.54. Сейчас я домонтирую это видео и пойду спать. В общем, всем спасибо за просмотр и хорошего дня!